Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Ольга Десятого и в ближайшие минуты в этом выпуске. На улице Кирова до конца года будет открыт музей истории Адлера. Об этом стало известно на встрече главы города с общественниками. Дорога на Бытхе, разрушенная застройщиками, будет восстановлена. Об этом заявил глава города Анатолий Пахомов. Кто они? Сочинские леопарды. В Большом Ледовом дворце прошла открытая тренировка хоккейного клуба Сочи. 83 тысячи рублей за одну идею. Такой грант в молодежном лагере «Регион 93» получат победители краевого конкурса проектов среди студентов. Лучших определяли в шести номинациях. От здорового образа жизни до творческого развития молодежи. На смену студенческих инициатив накануне приехал и губернатор края Александр Ткачев. Подробнее наши краснодарские коллеги. На счет три начинайте борьбу. Андрей, ты понял, что ты с девочкой сражаешься? Нет, кстати. По правилам, если девочка вызвалась сама, то жалеть ее никто не будет. В этой борьбе полов главная цель – перетянуть на свою сторону соперника. Игра называется масс-рестлинг. Заключается в том, чтобы массой тела и массой своих рук, то есть силой вырвать противника за пределы своего поля. Проводить необычные спортивные соревнования в университетах – идея Ольги. Ее креатив претендует на победу в конкурсе молодежных проектов. У девушки еще много нестандартных способов, как подтянуть физическую форму кубанских студентов. Например, забеги в ростовых куклах. Демонстрировать не решились. Это не типичный вид спорта. Ты можешь быть хорошим атлетом, но при этом, одев большую голову этой ростовой куклы, не арестироваться в пространстве. И при этом тебе будет, например, тяжело забить мяч в кольцо или, например, обижать определенные шашечки. Это будет забавно, это будет смешно, при этом нужно иметь определенные физические навыки. Смена студенческих инициатив в молодежном лагере – последняя в этом году. На закрытие главного молодежного форума Кубани приехал губернатор края Александр Ткачев. Несмотря на то, что регион проходит уже девятый год подряд, каждый раз здесь появляется что-то новое. В этом году впервые прошла православная смена. В лагере открыли собственную молельную комнату. Регионята, так себя называют сами жители лагеря, показали Александру Ткачеву и другие новинки этого сезона. Прямо на деревьях теперь висят жидкокристаллические телевизоры. Говорят, не только хорошо показывают новости лагеря, но и отлично отгоняют комаров. Появилось в лагере и место для романтических встреч. Прямо в кустах. Рояль в кустах – это самое романтическое место на регионе. И в редкую свободную минуту влюбленные пары могут подойти, послушать замечательную музыку. Даже если никто из них не умеет играть, рояль сделает это за них. У костра за чашкой чая – встреча с вожатыми. Многие из них приезжают в лагерь не первый год. Вожатые поделились с губернатором, что отдых в регионе 93 – это как служба в спецорганах. Бывших регионят не бывает. Раньше совсем давно мы сюда приезжали пионерами и думали, как же это – быть руководителем, быть вожатым. Какой-то огромный опыт для того, чтобы в дальнейшем уметь себя реализовать и для того, чтобы ребятам здесь понравилось и хотелось вернуться. И вот, наверное, поэтому мы сюда возвращаемся, потому что когда-то показали нам, как здесь хорошо. И для того, чтобы показать другим ребятам и сказать, смотрите, как здесь зорно, приезжайте сюда еще. Несмотря на региональный масштаб, кубанский лагерь стал конкурентом для «Селигера», отмечают вожатые. Многие ребята, побывав там, потом все равно возвращаются в регион. Мы должны быть другими, как «Селигер». Мы не должны быть похожи на кого-то. Иметь свое лицо и свои какие-то особенности. Я думаю, что пройдут годы, мы же обживаемся. Самое главное, что на одном месте, когда жена смена что-то добавляет. И, естественно, надо тоже ездить. И «Селигер» тоже можно что-то подчеркивать. Учиться. Вот эта движуха, которая там существует, мне кажется, это, конечно, неплохо. Каждый чем-то занят, каждый чем-то целеустремленным, каждая своя работа. Конкуренция – это хорошо. В любом случае, у них что-то есть интересное, у нас свое. Мы должны всегда что-то черпать. Если мы не будем удивлять ваших воспитаний каждый год и что-то новое, это рано или поздно перестанет быть интересным. Так, да? Мы же совершили, собственно. По традиции разговор продолжился в Колизее, самом главном месте в лагере. Там каждый вечер участники смены держат совет. На встречу с Александром Ткачевым собрались все 400 человек. На лобном месте у векового дуба мудрости разговор шел без шуток. Несмотря на неформальную обстановку, участники лагеря поднимают серьезные и актуальные для сегодняшнего дня темы. Нынешняя ситуация в мире однозначно скажется на развитии России в дальнейшем, подчеркивает Ткачев. И от того, как наша страна поставит себя сейчас, будет зависеть жизнь в будущем и тех, кто собрался сегодня в Колизее. Нападки, которые испытывает Россия, имеют глубокие корни. И молодежи именно сейчас важно научиться правильно понимать политическую ситуацию в мире. Европа, естественно, американский континент пытается оторвать Украину от России, пытается противоставить свою экономику. И, конечно, мало кто заинтересован в развитии России. И всяческими способами стараются прикрыть путь к развитию. Двойные стандарты на международной арене. Если это выгодно Западу, значит Россия молодец. Если это невыгодно, экономическое развитие, экономический потенциал нашей страны, значит будут находить всякие уловки. Для того, чтобы опорочить, очернить и внутри страны подкармливать оппозицию разных мастей, разных партий. И мир так сложился, что уже зачем кого-то спрашивать? Америка всегда с Европой договаривается, как правило, под дудку Америки. Ну и вершатся судьбы. Вывод. Мы должны сделать нашу страну крепкой, прежде всего экономически. Только сильная Россия заставит на себя обращать внимание и считаться с этим. Только сильная Россия экономически станет независимой и политически, и как угодно. Только сильная Россия сможет диктовать и свою геополитическую карту мира, и, естественно, защищать свои интересы. В тесном кругу говорили об экономике, политике и, конечно, развитии спорта в крае. По мнению собравшихся на Кубани, стоит еще больше развивать активные виды отдыха. Тем более, в крае для этого есть все условия. Мы после семи дней в лагере пойдем в трехдневный поход. Скажите, а как вы относитесь к такому виду отдыха? Подушили он вам? Ну, это здорово. У нас в крае все активнее и активнее. Этот вид отдыха, он поощряется. И я знаю, есть и клубы, есть и наш департамент, который помогает таким проектам реализовываться на территории края. Но, конечно, недостаточно. Мы многие не знаем своего края. У нас такие красоты. У нас же в горы до трех тысяч метров. Ледники. Вот в районе Красной Поляне, Сочи и так далее. А в Широновской районке красоты. Есть куда ходить. Встреча продлилась почти два часа, но даже этого времени не хватило для всех вопросов. Поэтому у тех, кто не успел спросить, есть стимул приехать сюда в следующем году, который станет юбилейным. Регион откроется в десятый раз. Александр Иванченко, Денис Перец, Валерий Пятов, 9 канал, Северский район. К королевским гонкам в Сочи почти готовы. В Москве прошло заседание Оргкомитета «Формула-1». Его провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак, который является главой Оргкомитета. Также в совещании принял участие губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В работе Оргкомитета участвовали первый вице-губернатор Джамбулат Хатов и вице-губернатор Александр Саурин. На встрече обсуждали вопросы транспортной логистики, оказания медицинской помощи, организации питания во время соревнований. Александр Ткачев сообщил, что объект готов на 92%. Уже ввели в эксплуатацию медпункт, здание для размещения команд-участниц и вертолетную площадку. На самой трассе уложили финальный слой асфальта. Специальное покрытие было разработано с учетом климата и географического положения Сочи. В конце августа качество трека проверит Международная автомобильная федерация. Напомню, до тестового соревнования этапа Чемпионата России по кольцевым гонкам осталось чуть больше месяца. А 13 и 14 сентября пройдет тестовое соревнование этап Чемпионата России по кольцевым гонкам. Официально трассу откроют 19 сентября. На улице Кирова до конца года будет открыт Музей истории Адлерского района. Об этом стало известно сегодня на встрече главы города с членами совета ТОС Центральный Адлерского района. О чем еще говорили общественники с мэром Сочи и какие насущные проблемы удалось решить прямо на месте? Расскажем в нашем следующем материале. Таким количеством цветников вряд ли может похвастаться еще какой-нибудь район Сочи, говорят представители ТОСа Центральный. Десятки новых клумб появились здесь только за последние месяцы. На эти цели Адлеру выделили около 20 миллионов рублей. То, что район стал ярким, говорят не только сочинцы, но и туристы. Кстати, их в этот летний сезон приехало на 30% больше, чем в прошлом. С Брянска. Часто приезжаете в Адлер? Я мэр Сочи. Каждый год. Третий год. Нравится вам здесь? Нравится. Но заботиться об озеленении должен не только город. Кафе, гостиницы и даже каждый частный дом на курорте должны привлекать к себе внимание яркими красками, уверен глава города. Согласны с такой позицией администрации и ТОСовцы. Мы и говорим, уберите белье с балкона, а поставьте цветы. Это же будет лучше. И примеров, когда на балконах вместо мокрого белья целые палисадники в Адлере уже немало. К примеру, вот этот дом в переулке Хмельницкого или двор Свято-Троицкого храма. Получается, что это место отдыха. Да, да, да. Не только люди. Но может быть и так. Есть теперь где с комфортом и отдохнуть в группах, и погулять на улице. И у воспитанников детского сада «Ручеек». Благодаря программе «Шеф каждому дошкольному учреждению», которую внедрил глава города, здесь удалось построить новую беседку, отремонтировать пищеблок, кровлю, музыкальный класс и часть групп. А вот решить другую проблему, ту, что под землей, можно только совместными усилиями сочинцев и администрации, говорят ТОСовцы. Каждый ливень, переулок Хмельницкого и улица Ульянова превращаются в сочинскую Венецию. Проблема в ливневке. Ее разбил шторм. Когда это произошло? Это произошло уже давно. В течение где-то сентября. Шторм раздавал, выгиб. Глубоководный выгиб. С силами администрации он чистится и прочее, но уже все, надо делать глубоководный. Вот сейчас договорились, чтобы нам Эпрон-8 сделали смету. Понятно, мы будем привлекать и жителей, и прочего, но когда будет смета, мы хотели бы, чтобы нам помогли построить этот глубоководный. Давайте, да, да. Давайте, да, выходить на следующий... Смотри, до ноября месяца сделайте все, чтобы мы заложили деньги в бюджет. Сколько люди скажут, мы сделаем, сколько мы добавим. О других проблемах, которые требуют решения на вверенной им территории, ТОСовцы говорили с мэром за чашкой чая. Попросили, в частности, помочь с ремонтом кровли 49-й школы. Глава города пообещал, вопрос постараемся закрыть до конца года. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Сегодня утром сотрудники Южного регионального спасотряда МЧС выдвинулись для оказания помощи туристу. В 7 утра помощи попросил мужчина, который находится в районе горы Ачишхо. Когда он вместе с товарищем спускался с горы, пошел дождь. У него промокла обувь и одежда. Он замерз, устал и не может идти дальше. Четыре сотрудника МЧС выехали для оказания помощи. И к другим новостям. Дорога по улице Бытха, разрушенная недобросовестными застройщиками, будет восстановлена в ближайшее время. Об этом заявил глава города Анатолий Пахомов. Строительный мусор и канализационные стоки, разрушенные ливневки – вот что оставили после себя строительные организации, проводившие работы в этом районе. Администрация города выделит деньги на ремонт дороги, но ущерб будет взыскивать застройщиков в судебном порядке. Виновного найдут, его осудят, но денег у него нет. И ремонт этой дороги ложится на плечи муниципалитета. И поэтому я принял решение и уже дал поручение о том, чтобы были найдены 20 миллионов рублей, чтобы мы заново этот участок проложили ливневку, чтобы мы заново проложили фекалку, и потом восстановили дорогу. На владельцев новостройок уже подано заявление в суд. Впрочем, и до вынесения судебного решения застройщикам придется заплатить штраф. Ремонт дороги планируют завершить в сентябре. Глава города Анатолий Пахомов провел очередную встречу с представителями компаний туроператоров курорта. За круглым столом в стороны обсудили перспективные пути развития города, а также те проблемы, которые пока мешают Сочи привлекать большое количество туристов из России и других стран. Анатолий Пахомов поблагодарил туроператоров за работу по продвижению Сочи на рынке курортно-туристических услуг. Привел примеры иностранных достижений в этой области и в очередной раз призвал консолидировать усилия. Сегодня у кого-то есть идеи хорошие, но они требуют каких-то средств. Мы будем и это смотреть, как это сделать. Но повторю еще раз, тот результат, который у нас сегодня есть, говорит о том, что в принципе в августе забиваются все отели, но у нас не работает июль. И июнь говорит о том, что о наших объектах недвижимости никто не знает. Знают, но не едут же в июне и июле. Туроператоры отметили и положительные тенденции, которые сегодня помогают привлечь гостей в Сочи. Это и горные зоны, и программа «Открытое небо», и событийный туризм. Кроме того, власти города активно выступают за то, чтобы Сочи ввели трехдневный безвизовый режим для иностранцев. По мнению туроператоров, эти и другие миры должны помочь в борьбе за отдыхающих. Сами же компании сегодня подготовили ряд конкретных предложений. Давайте войдем в эти офисы туристические по всей России. Отпечатаем хорошие плотаты, чтобы когда человек вошел в офис этого агентства, он видел в Сочи. Плотат в Сочи, еще что-то. Вот в этом, вложите деньги. Это не очень дорого. Давайте перестанем из года в год открывать и закрывать сезоны в Сочи, при том, что мы хотим круглогодичный город. Давайте передавать эстафету. В Сочи сегодня созданы все условия для круглогодичного отдыха. В Красной Поляне построены современные горнолыжные курорты и вся необходимая инфраструктура. Приоритетным направлением бизнесмены считают Китай. Именно его граждане самые путешествующие в мире, а территориальная близость поможет укрепить туристические связи стран. Однако не стоит забывать и о том, что главный ориентир сегодня направлен все же на внутренний туризм. Обилие мероприятий, среди которых чемпионаты, фестивали, регаты и форумы, должны привлекать россиян. Но для успеха необходима массированная рекламная кампания по всей стране, в том числе и с участием самих туроператоров. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. Около 30 семей поменяли свои старые квартиры на новые благоустроенные по улице Бытха. Жилье людям предоставили благодаря программе по переселению граждан из Ветхого фонда. Некоторые семьи уже обустроились на новом месте, а кто-то на днях только получил ключи. Проходи, зай. Посмотрите на балкончик. Теперь у нас море будет из окна. Видела? Кораблики. Посмотри, кораблики. Видно? Маленькая Алена очень любит кораблики. И теперь она сможет смотреть на них каждый день. Семья Латышевых на днях получила ключи от новой квартиры. Новоселы Рады больше не будут ютиться в тесноте. Здесь у нас 78 квадратных метров. Конечно, это тоже радует. Новый дом на 20 метров больше. Мы 30 лет ждали. Конечно, переполняют, честно говоря, эмоции. Я рада, что мои внуки будут здесь расти. Надеюсь, это не единственная внучка будет теперь. Семью Латышевых переселили с улицы Пирогова. Барак, где они жили, построили еще в 1937 году. Аварийным его признали 83-м. Тогда, вспоминают люди, и пообещали дать новые квартиры. Но ждать пришлось еще 30 лет. Все это время под крышей собственного дома люди не чувствовали себя в безопасности. Особенно за электричество опасались. Потому что щиток у нас вспыхивал несколько раз. Потому что нагрузки большие уже были. Долгожданное переселение стало возможным благодаря 185-му федеральному закону. Городские власти заключили договор на приобретение около 228 квартир площадью не менее 33 квадратных метров. По программе 2013-го благоустроенное жилье получат 670 человек. Около 300 уже переселили. Глава Сочи лично встретился с новоселами. Глава жилого Маракова, с которым вы переселялись, работают с 11 семей. Вы общаетесь? Ну, естественно, как соседи. Все довольны с выбором. Все, которые борются. Новые квартиры переселенцы получили в современном жилом комплексе со всей необходимой инфраструктурой. Прямо под окнами уютный зеленый двор строится детская площадка. Поблизости школа, детский сад, поликлиника, магазины и кинотеатр. На покупку жилья из краевого бюджета выделили около 100 миллионов рублей. Еще 50 потратили из городской казны. Нам пришлось добавить по 20 тысяч за каждый квадратный метр из бюджета города, из бюджета края. Александр Игоревич Хачев вас поддержал. Как-то тяжело не было. Но поддержал для того, чтобы мы все-таки эту работу продолжили. В следующем году власти планируют приобрести еще около 120 квартир для жильцов Ветхого фонда. Ну а в этом новоселье справят все, кто вошел в программу переселения 2013 года. В Сочи выступит хор Сретенского мужского монастыря. Концерты пройдут по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Хор известен далеко за пределами России. Его история насчитывает без малого 600 лет. Репертуар сотни произведений. Два года назад появилось еще одно – свет над входом в храм в Эмеретинке. Слова к песне написали прихожане храма Христа Спасителя, музыку артисты Сретенского хора. Коллектив в основном состоит из студентов Сретенской семинарии, выпускников Московской духовной академии и известной академии имени Гнесиных. Впрочем, репертуар не ограничивается только духовными песнопениями и церковными распевами. Артисты хора с невероятно чистыми голосами, кажется, могут петь все, в том числе знаменитые «Вдоль по Питерской», «Люба, братцы, Люба» и «Вечер на рейде». Все произведения хор исполняет акапелла. В Сочи хор выступит 7 августа в Зимнем театре, а уже на следующий день даст еще один концерт в Лазаревском центре национальных культур. Больше месяца в Ледовом дворце «Айсберг» шоу «Илья Вербуха» собирает тысячу зрителей. Солисты шоу «Огни большого города» Алексей Ягодин, Роман Костомаров и Оксана Домнина провели для юных фигуристов мастер-класс. Встреча настоящих олимпийских чемпионов с будущими прошла по инициативе главы города Анатолия Пахомова. Расскажет Игорь Кырпа. Постановки «Илья Вербуха» уже давно завоевали сердца зрителей по всему миру. С начала июля звездная команда ежедневно, кроме понедельника, устраивает для жителей и гостей курорта яркое шоу на льду. На сегодняшний день мюзикл «Огни большого города» посетили уже более 50 тысяч человек. Я благодарен еще и за то, что Илья принял решение продлить ледовое шоу до 3 ноября. И еще тысячам гостей нашего города удастся посмотреть это великолепное зрелище, это великолепное ледовое шоу. Глава Сочи Анатолий Пахомов выступил с инициативой провести мастер-класс звезд фигурного катания для юных сочинских спортсменов. Участники шоу «Илья Вербуха» с радостью согласились. Сегодня мэр привел 10 лучших сочинских фигуристов на олимпийский лед. Вы знаете, кто это? Да. Как его зовут? Я Лербух. Вот он тоже когда-то такой же маленький, пришел на каток, а потом стал выдающимся легендарным спортсменом. Да? И вы, наверное, такими станете. Мастер-класс для сочинских фигуристов провели Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Несмотря на плотный график, солисты шоу с интересом делились секретами своего мастерства. Да, и олимпийский лед тоже добавил детям положительных ощущений. Задача состоит в том, чтобы все постолимпийское наследие продолжало жить, продолжало работать на россиян, продолжало работать на всех тех, кто приезжает в Сочи, на всю нашу страну. Это очень-очень важно. Среди 10 лучших сочинских фигуристов есть уже маленькая звезда. Юлий Жировой всего 6 лет и она уже выступает в шоу «Огни Большого Города». Илья Авербух отмечает, за время выступлений Юля многому научилась. Мама спортсменки старается посещать все выступления дочери. Ну не все, она пропускается, потому что мне же надо еще накраситься, сделать прически. Мне еще надо переодеваться там. Мастер-класс длился около часа. Сочинские фигуристы успели почерпнуть для себя много нового. Но самое главное у ребят после встречи со спортсменами такой величины появился стимул и вера в себя. Я очень благодарна главе города Сочи. Я очень благодарна Илье Авербуху за предоставленную возможность покататься рядом с такими выдающимися фигуристами, просто олимпийскими чемпионами. Ну, масса эмоций, конечно. Спасибо всем. Море и город в Сочи были всегда, а вот лед появился недавно. Тем не менее, зимние виды спорта на курорте развиваются с олимпийским размахом. Сегодня уже более 700 детей пришли в секции по зимним видам спорта. В сентябре их станет на 100 больше. Игорь Кырпа, Борис Осень, телекомпания ФКТ. В Большом Ледовом дворце прошла открытая тренировка хоккейного клуба Сочи. Он будет выступать в континентальной хоккейной лиге сезона 2014-2015. Журналисты впервые увидели команду на льду и смогли пообщаться с игроками. Кто они? Сочинские леопарды. Расскажет Елена Овсецина. За всю историю курорта никогда в Сочи не было своей профессиональной хоккейной командой. Поэтому неудивительно, что клуб называется Сочи. Само название хоккейной команды – это уже бренд, известный во всем мире. Естественно, Сочи стал узнаваемым после зимы 2014-го. Теперь вот и ледовые дворцы не пустуют. После серии тренировок в залах и на траве хоккеисты вышли на лед. Чемпион мира Виталий Прошкин посчитал предложение работать в Сочи престижным. Тренируется с утра до вечера. Еще даже не успел подобрать квартиру, пока с семьей расположился в Олимпийской деревне. Все силы сейчас устремлены на подготовку перед домашними матчами сезона 2014. Мы пока на тренировочном катке, поэтому еще на Олимпийском льду в таком не были. Поэтому еще тяжело. А так, конечно, лед иногда уже плохой бывает. Потому что тренируется очень много, по два часа, и после наших коньков лед уже колется. В перерывах на лед выходит специальная техника – это ледозаливочные машины. Они срезают верхний слой и таким образом меняют его на новый. А мы тем временем пообщались с российским хоккеистом Гуркиным. Ефим – воспитанник Башкирской хоккейной школы. Вся семья за меня болеет. Все друзья, все, кто остались в родном городе. Ну, созваниваемся периодически, рассказываю, как дела, спрашиваю, как у них. Конечно, переживают. Первый раз я выбылся из родного города. Скучают. В составе команды три десятка игроков. Все из разных городов России. С одними уже подписаны контракты, другие находятся на просмотровом этапе. У нас много перспективных. Есть просто ребята, у которых больше опыт в КХЛ. Такие, как Зиновьев, Прошкин. Вот сейчас вратарь приехал, он, в принципе, и в КХЛ играл, и в Словацкой лиге достаточно уверенно. То есть игроки те, которые на протяжении многих лет играли в КХЛ и показывали хорошую игру. Ну и надеемся, конечно, на молодых ребят, которые в высшей лиге показывали хорошие результаты. А у клуба, который основан в этом году, уже есть свои болельщики. Не составило труда найти, так скажем, идейную группу, такую, которая у нас занимается сейчас. На сегодняшний день у нас уже именно в фан-клубе насчитывается более ста человек. Поддержку сочинских леопардов, так называют хоккеистов, можно будет уже наблюдать в эти выходные. В ледовой арене «Шайба» пройдут товарищеские встречи с клубом «Кубань». Билеты уже в продаже. Елена Авсецова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».